Всем привет, с вами Диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием Блунс ТД6 и перед началом видео я попрошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, что очень поможет продвижению моему дальнейшему. Как оказалось, что по статистике всего 30% из всех зрителей подписан на мой канал. Следовательно, 70% смотрят без подписки. Я конечно не прям заставляю, но мне было бы намного приятнее, если бы вы подписались. А в этой серии я хочу проходить нашего Блунариуса, нашего еженедельного босса, который тут будет на кукурузном поле. Я вот начал эту карту, только вот знаете, ну не прошел ни один класс, посмотрел вообще, что из себя это представляет. Мне как бы не очень это понравилось. Это не очень было прикольно, это все было тяжело. Так, давайте тут сразу же ставим и просто запускаем, копим на Бенджамина, без него нам никуда. Посмотрим, что у нас вообще получится, потому что на этой карте мало того, что нам надо разгонять а деньги, чтобы больше зарабатывать. Нам как бы и много денег надо потратить, чтобы открыть всю эту карту, потому что она вся в этой кукурузе. Так, два шарика у нас прошло, не так уж и страшно. В любом случае мы накопили на Бенджамина. Так, приносит... Да, нам надо, ему конечно четвертый уровень побыстрее. Он нам хотя бы еще дополнительные 150 долларов дает. Так вот, еще немного вкачаем. Тут конечно будет проходить, это понятно. Главное, чтобы в дальнейшем нам было попроще. И сразу же тогда будем копить на нашего инженера, чтобы поставить его на следующем раунде, и он нам уже начал помогать. Куда бы нам его так поставить? Вот, реально, что-то я так криво поставил, что ужас. Пипец. А если вот так вот, смотрите, как-нибудь попробую? Может быть, это не криво, а просто мой умный ход? Слушайте, вдруг это мой умный ход? Потому что здесь прям так идет по линии, а он может прошивать сразу же много рядов. И для него, как бы, это даже выгоднее будет, в том, что его снаряды будут попадать по большему количеству шаров. Конечно, надо уметь выйти из ситуации, в которой ты накосячил с самого начала. Так, вот посмотрите, а... Блин, практически. Так, вот давайте эту территорию мы очистим, потому что она самая дешевая на уровне вот с этой. Вот эта тысяча стоит 700. Дорогие, конечно, все вот эти вот территории, если так посмотреть, полторы тысячи, 500. Хотя, вот эта территория, она такая же, как и вот эта. Хотя, это стоит 350, а это аж 500. Странно они, конечно, тут расценки делают. Сразу ставим банановую ферму, чтобы получать уже хоть какие-то деньги, которые нам здесь безумно нужны. Нам уже, как бы, инженера надо бы прокачивать. Потому что уже проблемы начали возникать. Масштабное производство. С масштабным производством. Надеюсь, у нас дела будут обстоятельствовать получше. Блин, большие гвозди надо. Да, они так и называются. Вообще, ему побыстрее бы прокачать два пистолета. Вот еще кнопки. С двумя пистолетами будет прям очень хорошо нам. В самом начале особенно. Хотя, вот знаете, я вот эти вот большие гвозди и кнопки прокачал, и он нормально справляется. Намного лучше стало. До появления босса 25 раундов. Это, блин, уже не так много, как хотелось бы. Так, давайте все-таки я ему два пистолета вкачаю. Потому что ему тяжело. На рынок на 2 900. Ну, у нас есть только 1000. К сожалению. Ну, уже полторы. И когда у нас первый рынок будет? Наверное, к раунду 20. Мне кажется, действительно, к 20 раунду мы должны накопить уже эти деньги. Потому что осталось 700. Ну, если они к 20, то к 21 максимум. Так. Все, рынок есть. И это здорово. И действительно, к 21 раунду мы успели. Сразу же нам надо копить на второй. Чтобы больше денег зарабатывать. Потому что тут я не знаю, как по-другому вообще идти. Это действительно, это сложно. Надо ведь все рассчитывать, сидеть. Так, ну тут первый камуфляж пускай проходит. Нам опять-таки не до него. Копим деньги. Ждем, что скоро пойдет свинец. И для этого нам надо бы поставить... Обезьяна мага, наверное, я действительно поставлю обезьяну мага. Второй рынок есть. Вот у нас обезьяна маг. Куда бы его? Блин. Я бы, наверное, его вот сюда поставил. Алло, алло. Я видел, что ты был белым. Пожалуйста. Так, подожди. Я тут ускорение уберу. Как сложно это было. Но я справился. Так, мы еще сделали... Вот. Чтобы он камуфляж еще бил. Чтобы нам сейчас открыть. Вот знаете, что было бы нам полезнее. Ну вот это все-таки территория, скорее всего. И сразу же мы здесь будем ставить еще одну ферму. Теперь будем вкачивать уже вот так. Посмотрим, что из этого у нас все выйдет. Надеюсь, что все будет нормально. Как этого я босса все-таки ненавижу? Мне кажется, почему-то, что лич полегче. Это лично мои наблюдения такие, что все-таки... С личом мне справляться было куда полегче. И может быть, это еще карта зависит. Потому что эта карта, она действительно... Она мне не нравится. Мне кажется, они перестарались, что выбрали ее. Потому что, если так посмотреть, она маленькая. Тут действительно очень маленький проход. И это надо, конечно, постараться, чтобы все прошло нормально. Сейчас мы копим на еще один рынок. Последний рынок накопим. И будем уже все. Идти и готовиться к боссу. Который у нас уже скоро появится. Тут я хочу обязательно ниндзя поставить. И прокачивать его до липких бомб. Так как именно они будут наносить большой урон. По крайней мере, в первой фазе. Еще нам очень надо подготовиться к тому, чтобы потом справляться со всеми вот этими керамическими шарами. И больше урона керамики. Это как бы полезно, но это очень дорого. Поэтому, я как знаю, нам нужен клейметчик. Но нам нужна вот такая вот обезьяна еще. Которая будет их замораживать. Так вот. Сейчас мы вот так вот прокачаем. Креопушка. Нам нужна точно эта креопушка. Будем стараться на нее накопить. Пока что мы не ставим наш бомбометатель. Потому что, как по мне, мы и без него должны справиться. Может быть, прокачать. Так. Сделали. Сосульки сделали. Теперь нам что? Тут будем еще прокачивать. Дальше идти. Я волнуюсь. Если честно. Надеюсь, что все пройдет нормально. Хотелось бы в это верить. Как я понял. Да. Наша обезьяна-ниндзя начала наносить урон. Пускай. Пускай, пускай. Так и надо. Еще вот здесь мы, наверное, поставим или вот сюда обезьяну с бумерангом. И будем ее прокачивать наверх. Хотя, если честно, мы ему так что-то очень-очень плохо сносим. Смотрим. Смотрим. Фу. Мы справились с первой фазой, но единственная проблема так это то, что все-таки... Ну, там камуфляж прошел в основном. Поэтому сейчас я попробую бомбометатель добавить. Прочную выберем. Потому что без него все-таки урона не так много идет по боссу, как хотелось бы. Так, сейчас быстренько 3200 накопим. Следующая волна. Ой-ой-ой, а тут-то уже много. Блин. Нам сейчас попробуем заново. И здесь я уже сделал немного другой ход. Так. Фух. Пока что у нас тут все идет более-менее. Я тогда не буду ставить сейчас бомбометатель. А, точнее, он у нас уже поставлен. А, прокачай нам прямо глефы сначала. Хотя проверим, так ли лучше будет. Слушайте, что это лучше? Офигеть. Они для нас были очень только что полезны. Что у нас будет с следующим? Я надеюсь, что с следующей волной также проблем не будет возникать. Ну, тут прошли, но совсем немного, кстати. То есть, опять-таки, все идет более-менее по плану. А, и последний класс. Из него не будут выходить шары. Следовательно, это просто замечательно. Так. Ну и раз мы уже все на облегчении. Идем и ставим рынки. Вау! Первый класс прошли. Ой, как я рад. Как это было сложно на самом деле. До следующего босса всего четверг с раундов. Это очень мало, как-то мне. Так. Рынок. Еще один рынок. Блин. Надо бы еще вот здесь вот попробовать два рынка поставить. Как-то сложно. А, все. Вымерили. И слова сложные. И у нас действительно проблема с камуфляжем. Надо будет как-то это устранять. Немного прокачать нашего мага до некроманта. Точно надо будет сделать. то ну, важная вот деталь, которая для нас это надо копить уже на друида. Против этого босса друид будет очень полезен. Все, у нас есть восемь рынков. А, уже неплохой результат, как по мне. Хотя, можно, знаете, конечно, еще дальше идти вот и копить. Тут бомбометатель нам уже не так пригодится. Где бы его тут поставить? Я тут друидов потерял. Да емое. Давайте вот так вот делаем. А по радиусу-то небольшой. Блин. А если мы еще будем добавлять? Или вот сюда его сделать? Не знаю, как нам правильно его поставить. Теперь я корю себя за то, что я поставил обезьянный ниндзя именно вот в эту сторону. Ладно, давайте попробуем вот так вот сыграть. Идем дальше. Идем, прокачиваемся. тут у нас что-то реально какая-то проблема с камуфляжем. Немного еще прокачал нашего мага. Так, вот эти вот вкачанные обезьяны. Неплохо. вот это вот у нас будет самое главное. Поэтому мы ей вот это вкачиваем. Остальные будут наверх. Нам надо будет еще одну потом доставить. до босса 8 раундов. Это как бы нормально еще по времени. И посмотрите, они действительно недостойные, очень же идут. дайте нам больше денег. Поэтому я включу тут ускорение даже для этого. Идем дальше. 7 раундов. И классно, что они действительно справляются с мобом. То есть неплохо. Тут компашка уже собралась. Надеюсь, что мы где-то здесь можем поместить. блин, вот это вот не попадает в радиус, вот это вот попадает. И я все-таки думаю, нам, наверное, надо будет вернуть, если что. Обязательно нельзя? Нет. Вот единственное, о чем я сейчас думаю, так это то, что нам надо 45 тысяч. И будем ли мы сейчас просто на них копить ждать и надеяться? Как-никак наши дроиды уже хотя бы и камуфляж видят. И хорошо справляются. До появления босса еще аж 3 раунда. Мы еще успеем накопить хоть какие-то деньги. И во время того, пока этот босс будет идти, будем надеяться, что накопим оставшиеся деньги. Если что, продадим рынок какой-нибудь. так, два раунда еще. Два раунда, а у нас есть 22 тысячи. Так, последний раунд. Надо использовать скилл Бенджамина, дополнительные деньги. Так, я не знаю, насколько много, но это деньги. 28 тысяч. 29. Я думаю, что мы вот этих два рынка продадим, потому что у них немного другая прокачка, которые чтобы мы потом переделывали. Так, можем начинать продавать. Все, у нас хватает денег. И теперь урон пошел. Нормально. Сразу же что мы делаем? Ну, конечно, ставим обратно. Фух. То есть он наносит прямо сейчас очень большой урон. Вот эти у нас справляются. Почищают, защищают. Правда, денег можно было бы получать побольше. Пожалуйста, дайте еще денег. Ну, со вторым классом значит да. Все, мы теперь тоже с ним справимся. Мне так кажется, что силой, которая есть сейчас у этого друида, хватит, чтобы нам помочь пройти и со следующим классом. Но мы также будем продолжать наше улучшение следующего босса на 6 раундов. А это значит, что теперь мы можем действительно очень сильно сфокусироваться на заработке денег на наших рынках, чтобы их увеличить в количестве. Как-никак у нас их уже стало даже 9. Хотя в начале появления босса их было вообще 6. Потому что я 2 продал. Но что поделать. Без этого на самом деле мы навряд ли бы справились. Потому что там целых 10 тысяч еще надо было накопить. А 10 тысяч это еще дополнительных раундов 2. А за это время он бы мог уйти далеко и друид уже бы не нанес ему большого урона. Так. Ну вот мы еще здесь можем конечно точно поставить 2 рынка. А вот здесь я уже не знаю нам кого-нибудь другого бы надо ставить но будем смотреть частью пока вроде бы справляемся о деньги пошли слушайте так реально гайз что делаем вот здесь смотрите мы можем поставить рынки спокойно и потом еще добавить каких-либо обезьян это будет очень удобно давайте давайте быстрей быстрей потом надо будет еще нашей обезьян деревни обезьян разведку прокачать это можно еще сделать потому что это поможет нашей ледяной обезьяне я понимаю ставим еще ферму еще качаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать тринадцать четырнадцать все правильно посчитал то четырнадцать фермы но уже 15 10 раундов у нас есть чтобы потом еще усилиться еще как-нибудь прокачаться так это можем ускорить эй я вроде бы тебя удалил так вот здесь вот ставим еще один рынок и вот здесь можем еще один поставить тут как раз таки места и для других хватит если что здесь мы прокачиваем до некроманта прокачиваем разборку эту блин не в ту сторону ладно посмотрим так здесь у нас все вкачано здесь у нас есть обезьяне разведка теперь ой что бы делать что бы делать можно здесь поставить вот так прокачивать его поверх линии может быть мы будем здесь прокачивать прогона обезьяны ниндзя потому что он будет очень силен я надеюсь что он все будет очень хорошо в этом плане так здесь прям нормально алхимика добавим то есть он также будет бафать я надеюсь на это о посмотрите обезьян ниндзя сразу уже как дамажит 168 тысяч неплохо так все это вечный отвар конечно хорошо может быть мы его даже поставим но пока что просто нам не до него шаролов тоже очень полезен так думаю что можно вот это удалить и вот здесь я хочу реально поставить нашего ниндзя опять вот так вот и пускай тут себе стоит накидывает дополнительный урон хоть какой-то это нам все равно поможет призыв к оружию кстати нам тоже очень тут понадобится это ведь аж дополнительные проценты призыв к оружию ненадолго ускоряет атаку усиливает пробивание соседних обезьян на 50% это как бы очень много только мне что-то вот интересно соседних это всех или типа только тех которые граничат то есть те которые в радиусе деревни ну даже несмотря если только в радиусе деревни то как минимум в радиусе находится друид который наносит очень большой урон так объем ниндзя уже 17000 ты можешь не радовать вот это 2600 тоже неплохо я думал что все похоже будет пока наверное еще центральный рынок прокачаем какой-нибудь что больше денег получать все-таки я думаю что следующий класс у нас в кармане будет хотя там намного на самом деле больше урона точнее хп поэтому дополнительно бы нам еще кого-нибудь допрокачать да хоть вот это мастера ниндзя было бы здорово хотя и вечный отвар вечный отвар даже покруче будет блин может реально сейчас на вечный отвар будем копить целых 60 тысяч у нас уже есть 13 я так думаю что мы пока что подождем на следующем раунде у нас уже пойдет босс посмотрим какой мы будем урон наносить если все будет хорошо то мы будем просто прокачивать наши центральные рынки если нет то будем смотреть и что нибудь другое качать как никак у нас уже есть 20 тысяч 22 даже так 350 тысяч хп у босса 3000 мы уже снесли и то это как бы наша обезьяна ниндзя уже неплохо это вот еще даже друг не начал атаковать во все пошел урон слушайте мне так что мы должны справиться у нас вроде бы не должно быть каких либо таких проблем потом давайте тут вклад в будущее сделаем чтобы нам уже больше они приносили деньги посмотрим а блин если честно какие-то сомнения возникают все равно ну как минимум сто тысяч мы ему уже снесли двести десять фух сто пятьдесят тысяч уже смысле ну следовательно нормально все он точно должен проиграть теперь мы можем со спокойной душой сто процентов ставить ну точнее прокачивать наши центральные рынки так как этот босс проиграет эту битву его у него уже осталось сто тысяч а он как бы еще очень мало прошел то есть вот столько он как минимум может еще пройти хотя даже больше потому что у него очень большая моделька и дроид бы все равно еще дальше да настреливал бы никак следующий класс уже у нас будет ждать на сотом раунде преодолели идем дальше сейчас нам точно надо копить что попробовать к сотому раунду прокачать какого-либо из парагонов потому что дроид уже будет не так силен никак не так он просто уже ну почти беспомощный будет что ли там уже будет настолько много хп о новый уровень классно я же даже не ожидал такого давайте тогда великого мастера ниндзя сейчас буду прокачивать потом наверное алхимика буду прокачивать или как просто надо точно его прокачивать чтобы у него урон набирался чтобы степень парагона была неплохой 35 все 35 тысяч есть и я надеюсь что сейчас будет большой урон нормальный знаете не прям большой но неплохой с учетом того что это бзян ниндзя тоже уже 50 тысяч но не слава но это классно что они стоят в самом начале как бы они первые кто стреляют и они сейчас будут набирать большой урон оба как никак это здорово что мы уже поставили наших суп о не супер обезьян обезьян ниндзя и одна у нас полностью прокачана что это нам облегчит потом к накоплению для самого прогона и у них наберется большое количество пробитых шаров что он тоже поможет так еще центральный рынок надо прокачивать идем дальше 87 раунд но мы идем дальше мы не сдаемся тем более когда у нас все сейчас действительно идет хорошо как бы проблем нету к счастью так у нас еще целых 11 раундов прям вообще нормально так дальше центральный рынок сколько у нас тут уже 130 тысяч а тут 62 нормально тут конечно 650 тысяч но в основном этот урон был набран против самого босса бы он ему этот урон весь наносил я так забыл про вот эти дирижабли что я только что подумал что все это проигрыш но я так рад что у нас есть вот это обезьянеразведка которая наносит точнее которая дает всем в радиусе обезьянам позволять пробивать все типы шаров и это нас действительно очень сейчас даже спасло так идем дальше все все центральные рынки у нас прокачены и теперь мы просто будем копить на прокачку наших обезьян ниндзя чтобы уже готовиться к созданию парагона нами так желанного блин всего стоит 22000 видимо линия посередине самая дешевая обезьян ниндзя ее нам надо будет конечно использовать чтобы тоже прокачивать и она как по мне вроде бы наносит неплохой урон муабам правда они же должны вроде бы суммироваться эти свитки всех все больше и больше должно быть чтобы что-то путное выходило так тенок тут надо 40000 вот использую скилл этот как он тут помог что-нибудь посмотрите практически вообще урон не наносит вот это вот обидно я не понимаю как он работает видимо их должно быть действительно очень много вот этих бафов чтобы какой-то урон пошел хороший да ладно тогда я им просто вот здесь вот так вот прокачаем чтобы у него хотя бы с юрикенами немного побольше урона было так теперь нам остается копить 60000 станет это он станет да тут классно а нет что я тупанула джабиан ниндзя который мастер бомбометатель станет так что-то у нас с накоплениями если честно проблемы я понимаю что до босса всего 4 раунда а у нас накоплено 50000 конечно я понимаю что за эти 4 раунда мы еще накопим очень большое количество денег мне кажется что мы 100000 точно накопим но нам надо 600 600 1000 так одна такая стоит если что 18000 поэтому будем продавать готовиться так 90 90 есть давайте идите идите быстрее сейчас мы вас тут будем уничтожать ой 17000 сейчас урона неплохо тут 100000 а здесь 300 это прям нормально неплохо окажем все дальше уже 100000 мы накопили хоть что-то блин блин а что у нас реально все так плохо с деньгами я что-то даже не знаю если что наверное надо будет еще друида этого продавать потому что у него тоже как бы он даст нам минимум сколько тут почти 60000 он должен дать если продать его и вот таких приспешников хоть они и сильны но все-таки парагон будет намного сильнее а у нас всего 150000 что-то мне грустно тут очень было только что опасно нам столько урона нанесли 100000 ладно у нас какие-то проблемы если честно я такого немного не ожидал тогда мы немного изменим нашу тактику временную я так думаю что парагона уж точно бы не успели добить поэтому мы вот его поставим чтобы наносить дополнительный урон плюс добавим его правда нам тут не хватает много денег теперь у него 750000 отняли мы уже 700000 уже 50 куда-то меня умотало надеюсь надеюсь что так будет все-таки получше 100000 100000 уже отнято у него 150 нормально пока идем плохо главное тем же духом продолжать все так так тут настреливаем конечно друида нам ну пока что мы оставляем потому что без него все-таки никуда на данный момент так тут этот скилл дротикометчика нам очень помог все теперь дальше идем по боссу активно настреливаем и отняли мы у него уже 250 тысяч хп главное продолжать в том же духе уже 300000 отняли не на самом деле мы значит и так должны все пройти с этим классом мы скорее всего справимся даже вот этой силой что у нас имеется главное уничтожить мабы которую он вытаскивает из себя так мы тут сразу дротикометчика используем его очень полезным скиллом и мне так кажется что мы добавим туда же принца тьмы на всякий случай потому что они тоже наносят очень большой урон мабу потом мы его будем продавать чтобы он у нас так на экране не мешался но сейчас именно нам надо его помощь 500 тысяч мы уже отняли точнее сказать 50 и у него остается всего 200 тысяч хп это очень здорово это меня очень радует блин они тут уже прям совсем близко эти муабы мне это не нравится от слова совсем ну кстати мы уничтожаем и вот это уже мне нравится фух обзянный аз нам очень тут помогла как у нее тут где она тут кстати почему мы призыв к оружию не прокачали это бы нас действительно еще бы так спасло точнее у нас и так в принципе очень дела идут хорошо а так я понимаю что с призывом к оружию мы бы наносили в разы больше урона у нас остается последний класс я пока тут дротикометчика немного в одном положении замкну скант настреливает деньги будем собирать максимум сейчас тут ускорение даже врублю потом мы конечно под конец продадим все вот эти вот фермы сколько раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семенадцать если я их продам это минимум 350 тысяч как бы это очень ну хорошо нам поможет для парагона значит сто двадцатому раунду мы точно его уже купим прям запросто так обезьян ниндзя тут хорошо все идет давайте тут вечный отвар купим потому что это будет все равно очень здорово дополнительный дополнительная прокачка для всех вот этих вот обезьян ну столько не для нее и не для нее или для нее а они вроде попадают слушайте так посмотреть поэтому здорово сейчас тут она всем вечных отваров навыдают и все кайфовать будут я так надеюсь на это так у нас еще есть целых 10 раундов я тут это у нас прокачаю обезьян деревню способность ускоряет атаку повышает пробивающие способность всех обезьян на 100% на 20 секунд то есть они будут наносить в 2 раза больше урона на протяжении 20 секунд а это как бы много по времени как по мне поэтому прям вообще здорово тут вот еще скилл даже давайте его часто используем почему бы нет и посмотрите как они разлетаются это прям да этот скилл то что нам надо так тут у нас 150 тысяч урона а для нас 265 тысяч друйт конечно полтора миллиона это вообще я его хотел продать и он нам тут такой вклад вынес читать обидно так ледяной обезьян немного тут вкачаем просто почему-то я уверен что мы должны накопить на парагона у нас будет не такой сильный но этого будет предостаточно чтобы справиться так так тут вот еще скилл и не так распадаются это так вас наблюдать оба оба ну просто в ожидании пяти раундов если до этого я как бы боялся знаете что же будет что же будет а сейчас ну вообще нормально я понимаю что нам остается просто подождать и все будет вообще здорово так 250 тысяч у нас есть я понимаю что те деньги которые мы получим за 4 раунда и продадим вот эти наши центральные рынки ну этого точно нужно хватить 100% они нам и так как бы уже принесли смотрите 58 тысяч 60 59 они окупились уже в 3 раза а мы же их еще продадим это нам еще дать денег я их так люблю они такие классные ой подождите 119 раунд пока он тут справляется пока они их уничтожают точнее а уничтожают то хорошо с учетом того что скилл не использовал ё-моё я не того друида продал точнее как я вообще не того продал ну не волнуйся я ему потом добавлю обратно надо будет посмотреть горячую клавишу мне тогда советовали горячие клавиши чтобы увидеть например чтобы не продавать было удобнее и вам было вот это вот все тоже лучше надо будет потом реально все таки это проверить и все сделать так давайте вот вот этого я буду или как ладно давайте этого я думаю он дальше не уйдет мы ему не позволим 3 миллиона хп у него во используем все наши скиллы урон пошел 200 тысяч уже снесли уже 300 тысяч снесли так 400 тысяч нет 400 7 полмиллиона нормально а если посмотреть то ниндзя парагон уже нанес больше ну почти полутора миллиона урона значит он не только там босс он еще там всем подряд наносит невероятный урон так этого нам надо побыстрее уничтожить я не думаю что у нас возникнет проблема и все идем дальше первый миллион нанесен используем скилл ищем курсор оба как круто идем слушайте прям вообще нормально я сначала думал что все плохо а оказывается все нормально полтора миллиона мы уже нанесли так да да прям нормально парагон 2 миллиона урон нанес ну 2,5 если округлить сейчас наверное и так да сейчас даже округлять не надо остался последний миллион 2 уже нанесли хотя он прошел всего по одной линии меня очень радует так радиус у него хороший у нашего парагона с учетом того что моделька у него гигантская то есть он будет спокойно по нему стрелять на протяжении всего этого времени адренный маг тоже урон наносит ладно оставим все таки его 350 тысяч осталось но уже 300 123 раунд тем временем у нас на 123 124 мы уже должны все закончить уничтожен на 123 раунде используем скил а и все мы прошли победа блон нариус побежден у нас башен размещено 43 шаров пробито 14 миллионов получено денег 1 миллион муа пробито 7500 использована способности 45 и самое удивительное у нас обезьяне звезда это обезьяна аз то есть это даже не прогон он не успел вот это все набрать нормально прикольно ну да ладно так прошли здорово я так рад этому и теперь у нас открылся элитный элитный мы конечно потом попробуем пройти а на этом я буду заканчивать это видео я надеюсь оно вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был Диктофон всем удачи и всем пока пока удачи